МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге предприниматели лишились не только средств, которые покрывали затраты на комбикорм и ГСМ, но и, как они уверяют, конкурентноспособности, так как других регионов эта проблема не коснулась. По словам семереченских производителей, если так пойдет и дальше, то они будут вынуждены сократить не только объемы производства, но и рабочие места. Подробности в репортаже Оскара Сергалеева. Это одна из крупнейших в Казахстане птицефабрик, где ежегодно производят больше 150 миллионов яиц. Прежде проблем с реализацией не возникало. Однако с апреля месяца предприятие, так же, как и все производители яиц и мяса птицы в Алматинской области, перестало получать государственные субсидии. После двух девальваций, которые привели к 50-процентному росту цен на комбикорма и существенному подорожанию ГСМ, покрывать расходы стало гораздо труднее. В итоге семереченские производители, по сравнению с конкурентами из других регионов, оказались в неравном положении. Ведь субсидии в размере почти трех тенге на производство каждого яйца отменили только в Алматинской области. Соседние области имеют плечо почти в три тенге, а если производство больше 200 миллионов в год, то они имеют это плечо в три тенге. То есть они могут демпингать. У них есть плечо, в котором они могут играть. То есть, условно, у вас есть запас прочности на трех тенге, а в яйце это немаловажно. Это очень критично. Смогут ли они в следующем году получить помощь от государства, пока неизвестно. Производители говорят, что если так пойдет и дальше, то в следующем году им придется сокращать объемы производства, а следовательно и рабочие места. Благодаря этой птицефабрике мы кормим наши семьи. И муж мой здесь работает. Для сельчан это основной источник заработка. Пока трудностей не ощущаем. И нам хотелось бы, чтобы наша фабрика с каждым годом только процветала. По словам руководителей предприятия, Минсельхоз выделяет субсидии в полном объеме, а их распределением занимаются местные исполнительные органы, куда производители неоднократно обращались. Однако ситуация пока не изменилась. Между тем, на Алматинскую область приходится 44% всего объема мяса птицы и почти треть объема яиц, производимых в республике. Аскар Сергалиев, Ерлан Абжанов, Алматинская область, Хабар-24. На господдержку сферы животноводства в Алматинской области в этом году было предусмотрено более 12 миллиардов тенге. Ситуацию по вопросу прекращения субсидирования птицеводства в регионе нам прокомментировали в областном Экимате. В текущем году только на субсидирование сферы птицеводства было направление более 5 миллиардов тенге. На сегодняшний день эти деньги закончились, так как у нас в регионе интенсивно развивается птицеводство ввиду прибыльного бизнеса. Теперь мы дополнительно просим 5 миллиардов тенге по линии Министерства сельского хозяйства для субсидирования сферы животноводства. Письмо данное уже направлено. Мы сжимаем ответы на данное письмо. В 2018 году птицеводы из Алматинской области помощи от государства в виде субсидий не получат. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил директор департамента производства переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства Иркабулан Ахметов. Возобновление финансирования предпринимателям стоит ожидать в следующем году. Объем государственной поддержки именно товаропроизводителей не будет сокращаться. Глава государства в последнем послании озвучил необходимость дополнительного выделения 100 миллиардов сельскохозяйственного отрасла. Она будет направлена именно на поддержку сельхозтоваропроизводителей. В целом уменьшения не будет. Но мы предусматриваем именно изменение механизма с целью именно поддержать эффективность производства. И здесь, конечно, товаропроизводители в первую очередь будут получать субсидии в тех случаях, когда он вкладывает в собственное производство, инвестирует и тем самым обеспечивает рост производства и повышение эффективности. Необходимо отметить, что по яичной продукции в целом рынок Казахстана обеспечен на 100%. Кроме того, мы с прошлого года уже выходим на экспортные рынки. В текущем году объем экспорта яичной продукции составил почти 30% от общего объема производства. Поэтому в целом мы можем сказать, что наша продукция сегодня конкурентная. Конкурентоспособна на других рынках, поэтому сейчас активно выходит на рынки Афганистана, Пакистана, Ирана. Наша цель именно расширить эти рынки. За 9 месяцев текущего года объем экспорта молока из Кыргызстана в Казахстан составил 19 тысяч тонн. На 6 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это первые, но далеко не последние результаты государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Богочер Машев продолжит тему. Президент Сурумба Джимбеков с рабочей поездкой на юге Кыргызстана. В программе визита открытие двух крупных предприятий. Одно из них – завод по переработке молока и выпуску молокосодержащей продукции. Производственная мощность – 5 тонн молока в сутки, полторы тысячи тонн в год. Поставщики сырья – 10 тел Корасуйского района Оржской области. А это ни много ни мало – 1495 крестьянских хозяйств. Они – главная цель программы государственной поддержки фермеров. Был создан специальный совет, который будет заниматься поддержкой сельхозпроизводителей. Для этого парламентам страны уже приняты необходимые законы. Их главная задача – создать условия для наращивания производства сельхозпродукции, облегчить работу фермеров, повысить их прибыль. Одна из основных форм государственной поддержки фермеров – льготное субсидирование. Животноводы могут брать кредиты под 10% годовых, растений воды под 8%, переработчики сельхозпродукции – под 6%. Эти ставки гораздо ниже, чем обычные коммерческие кредиты, чем уже воспользовались кыргызские аграрии. За 6 месяцев текущего года выдано почти 11 тысяч кредитов на общую сумму 4,5 миллиарда сомов, или 64 миллиона долларов. Как следствие, рост объемов производства, к примеру, молока. Например, если в прошлом году мы за 9 месяцев экспортировали 13 тысяч тонн, в этом году за 9 месяцев эта цифра составляет 19 тысяч, то есть на 6 тысяч тонн больше молока мы в этом за 9 месяцев больше экспортировали. 1 ноября президент Джеймбеков подписал указ о государственной стратегии развития до 2040 года. Одно из главных мест в этом документе отводится аграрному сектору и поддержке инвесторов, вкладывающих деньги в сельскохозяйственный сектор. В Кыргызстане 2018 объявлен годом поддержки регионов. Учитывая, что большая часть населения проживает в сельской местности, можно сказать, что государственная поддержка решает сразу две стратегические задачи – развивает сельское хозяйство и повышает уровень жизни местного населения. Бакычер Маша, официально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. В сельскохозяйственном ведомстве работают не только над государственными субсидиями. К поддержке агропрома привлекают также рыночные и финансовые институты. В этом году в Минсельхозе возобновили поддержку ставок вознаграждения по кредитам, а также лизинг сельхозтехники. Преимущества таких мер готова рассказать наш экономический обозреватель Зарин Бесембина. Зарин, еще раз приветствую тебя уже в этом часе. Тебе слово. Спасибо, Вера. Приветствую всех, кто к нам присоединился. В эфире деловые новости. Охватить все отрасли АПК мерами господдержки невозможно, поэтому в Минсельхозе для опощрения аграриев и фермеров решили привлекать другие финансовые институты. В этом году, к примеру, в ведомстве возобновили субсидирование ставок вознаграждения по кредитам на основные средства. Раньше поощрение распространялось только на оборотные деньги аграриев. Кроме того, в ведомстве также начали субсидировать лизинг сельхозтехники и животных. Благодаря этому за 9 месяцев 2018 года аграрии получили в лизинг более 2,5 тысяч единиц техники на сумму более 50 миллиардов тенге. В прошлом году объемы в этом направлении были на 17% ниже. В целом, господдержка агропромышленного комплекса Казахстана увеличилась вдвое. Согласно официальным данным, она составит около 600 миллиардов тенге. В эту сумму входят деньги на субсидирование и доступные кредиты. Что касается видов субсидий, то их наоборот сократят. Уже в следующем году будут полностью упразднены товарно-специфические субсидии. Годом позже такая же участь ожидает финансирование животноводстве и рабоводстве. Таким образом, из 54 видов субсидий останутся лишь 34. Оставшиеся максимально упростят и до конца года полностью автоматизируют. Это поможет сделать их более эффективными и снизить коррупционные риски, отмечают в Минсельхозе. Мы совершенствуем механизмы и увеличиваем объемы государственной поддержки. Если раньше вся поддержка составляла 240 миллиардов тенге субсидий из государственного бюджета, плюс 60 миллиардов тенге ежегодного бюджетного кредита, то теперь на цели госпрограммы будут дополнительно выделены не менее 100 миллиардов тенге ежегодно, а также 200 миллиардов тенге для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов. Тем временем в Казахстане растет цена на продукты первой необходимости. С начала года, по данным Комитета по статистике, почти на 30% выросла стоимость сахара. Также наблюдается увеличение цен на мясо и на молочные продукты, при этом подешевели некоторые овощи. Цена на перец, чеснок и картошку в среднем просела на 30%. В целом на продовольственные товары за 10 месяцев увеличились на 2,6%, на непродовольственные – на 5,1%. Платные услуги выросли на 3,5%. Инфляция в Казахстане за 10 месяцев 2018 года составила 3,7%. Другим темам за год поступления в Казахстанский фонд социального и медицинского страхования составили почти 114 миллиардов тенге. Большая часть из этой суммы, почти 90%, приходится на выплаты работодателей. Остальное составили взносы индивидуальных предпринимателей, а также людей, работающих по договорам. В разрезе регионов наибольшие суммы поступают из Алматы, Астаны, а также из Карагандинской области. Все начисленные за обязательное социальное медстрахование средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления средств. В последующем на все накопленные деньги будут направлены на оплату услуг в рамках ОСМС. Напомню, в 2015 году был принят закон об обязательном социальном медстраховании, который предусматривает внедрение обязательного социального медицинского страхования по принципу солидарной ответственности государства, работодателя и граждан. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. За прошлую неделю нацвалюта просела почти на 3 тенге. Среднеизвешенный курс доллара по итогам последней сессии составил 371 тенге, 31 тин. Это были все новости к этому часу. Вера, Зарина, спасибо большое. Зарина Бесемина была с нами с деловыми новостями. Ну а мы продолжим с другими темами. В Астане сегодня стартует ежегодный международный форум Digital Bridge. По словам организаторов, это уникальная платформа для представителей IT-индустрии, бизнесменов и госорганов для обмена опытом в создании цифрового моста между Центральной Азией и остальным миром. Наша съемочная группа работает на месте событий. Сабин Тургаева на прямой связи со студией. Готова рассказать подробности. Сабин, здравствуй. С чего началось утро представителей Digital Sphere? Здравствуй, Вера. На данный момент процедура регистрации делегатов уже завершена. Сам форум Digital Bridge начнется буквально с минуты на минуту. К слову, количество участников в сегодняшнем мероприятии более полутора тысяч. Они приехали в Астану из более чем 25 стран. Далее перед участниками выступит со своим докладом о секретах успеха великих предпринимателей бизнесмен Джефф Хоффман. В целом планируется, что во время форума Digital Bridge участники смогут обсудить последние мировые тренды в области цифровизации, а также поделиться друг с другом передовыми практиками и бизнес-моделями. Я думаю, более подробно о сегодняшнем мероприятии нам расскажет наш гость, спикер. Это заместитель председателя правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Павел Коктышев. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, который, я думаю, лежит на поверхности. Для чего проводится данный форум Digital Bridge и какого результата по его завершению вы ожидаете? Ну, сегодня форумы — это платформа. Мы живем в эпоху платформной экономики, где Uber, Airbnb — это глобальные площадки, которые соединяют разные заинтересованные стороны. Вот форумы — это классическая история, когда мы соединяем инвесторов, предпринимателей, государственных чиновников. Пока, наверное, человечество не придумало лучшего формата. Мы ожидаем, что это станет постоянной ежегодной площадкой, на которой будут обсуждаться тренды технологического предпринимательства. Мы дадим возможность выступать нашим прогрессивным молодым предпринимателем, стартапом и привлекать внимание не только СМИ, обычных участников, но и получить экономический эффект в виде заключенных сделок на площадке. У нас существует отдельно специальная зона для встречи «Бизнес для бизнеса». У нас создано специальное приложение, где каждый участник может назначить встречу и написать любому другому участнику. Мы думаем, это такие маленькие, но очень важные новшества, которые привносят бизнесу пользу в виде конкретных контактов, контрактов потенциальных. И это основная мысль форума — создать площадку. И второй вопрос относительно того, как обстоят дела в Казахстане в развитии информационных технологий, что предпринимается в нашей стране для поддержания стартап-экосистем, для поддержания молодых предпринимателей, изобретателей? Ну вот, знаковым событием в том числе этого мероприятия является, в рамках него проходит официальная презентация возможностей «Астана Хаб», это международный технопарк IT-стартапов, который базируется вот на базе «Экспо». И мы видим, это современная и очень качественная инфраструктура не только в физическом смысле, да, это не только здание, но и программа, которая содержит в себе программы нефинансовой поддержки, акселерации, общения и привлечения лучших международных казахстанских экспертов. Также совсем скоро запустятся льготы для IT-компаний, которые помогут им масштабировать свой бизнес. Ведется большая работа по привлечению как иностранных проектов в Казахстан, да, для повышения компетенции на локальном рынке, так и выезд, так сказать, и масштабирование наших проектов за рубеж. Уже есть у «Астана Хаба» ряд примеров, да, проекты, которые выходят на рынок Юго-Восточной Азии, привлекают инвестиции за рубежом в Юго-Восточную Азию, да, например, в Сингапуре. И мы видим, что это нужно показывать как историю успеха и просто масштабировать этот полезный опыт. Спасибо большое, Павел, за исчерпывающие полноценные ответы. Я напомню, что мы находимся на международном форуме Digital Bridge. Сегодня форум состоит из девяти панельных сессий. Кроме того, в рамках этого форума ожидается также проведение нескольких значимых мероприятий. Более подробно о них мы обязательно расскажем самыми первыми. Однако будет это уже в следующих выпусках новостей. А пока, Вера, вам слово. Сабин, спасибо большое. Ждем. Сабин Тургаева работает на площадке международного форума Digital Bridge, который сегодня стартовал в Астане. Теперь к другим темам. Сегодня вступает в силу вторая часть санкции США в отношении Ирана. Ограничительные меры затронут энергетическую отрасль, сделки, относящиеся к нефти, судоходству и судостроению, а также транзакции Центрального банка страны. Ранее в Вашингтоне заявили, что при помощи этих санкций Белый дом намерен сократить до нуля нефтяные доходы Ирана. При этом глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что антииранские нефтяные санкции временно не будут распространяться на 8 стран, в том числе Японию, Индию и Южную Корею. Напомню, Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому в мае, несмотря на то, что многие европейские партнеры Белого дома выступали за сохранение сделки. В августе возобновила действия первая часть ограничительных мер. Они охватили автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и других металлов. Введение санкций спровоцировало девальвацию нацвалюты, рост инфляции в стране, повышение цен на потребительские товары и топливо. В нескольких городах Ирана начались протесты против ухудшения финансовой ситуации. Несмотря на то, что в Вашингтоне заявили, что готовы вести переговоры о новом соглашении по иранской ядерной программе, Европейский союз остается привержен к сохранению торговых отношений с Ираном в рамках уже заключенного соглашения. Наш собственный корреспондент в Брюсселе Жанат Эрнст продолжит тему. В Иранском МИД неоднократно заявляли о том, что санкции США неэффективны из-за позиций Евросоюза. В Брюсселе же подчеркивают, что в ЕС намерены сохранить ядерную сделку и расширять экономические связи с Тегераном. Вопрос об активизации этого сотрудничества в Совете ЕС по экономике и финансам намерены обсудить уже завтра. Главы МИД и финансовых ведомств Франции, Германии и Великобритании проработают механизм транзакций с Ираном. Накануне они совместно с главой дипломатии ЕС Федерико Магерини выступили с заявлением о приверженности Евросоюза в защите интересов компаний, торгующих с этой страной. Совместный всеобъявлющий план действий по Ирану является ключевым элементом глобальной архитектуры, ядерного нераспространения и многосторонней дипломатии, единогласно одобренным Советом безопасности ООН в резолюции 2231. Это имеет решающее значение для безопасности Европы, региона и всего мира. Необходимо продолжить дальнейшую работу по оказанию помощи и поддержке экономических операторов, ведущих законный бизнес в соответствии с законодательством ЕС. В совместном заявлении подчеркивается позиция ЕС как одной из сторон соглашения по иранской ядерной программе по обязательству сохранения и поддержания эффективных финансовых каналов с Ираном и продолжению экспорта иранской нефти и газа. Евросоюз по-прежнему привержен реализации этой сделки с соблюдением международных соглашений и в рамках общей международной безопасности. Отмечу также, что в ЕС ожидают, что Иран сыграет конструктивную роль в реализации ранее достигнутого договора. Жанат Ирнажимар Тахметов, Хабар 24, Брюссель, Бельгия. Тель-Авив одним из первых отреагировал на возобновление американских санкций против Тегерана. Израиль считает иранскую активность на Ближнем Востоке главной стратегической угрозой для своей безопасности. С первых дней заключения иранской ядерной сделки Тель-Авив настаивал, что она не работает и что Иран по-прежнему стремится к обладанию ядерным оружием. Кемьер-министр еврейского государства приветствовал решение американского президента. Нитаньяхуа полагает, что санкции должны существенно ослабить возможности Ирана по созданию бомбы. Много лет я призывал к полному возобновлению санкций против террористического режима в Иране, который ставит под угрозу весь мир. Эффект от первоначальных санкций уже ощущается. Падение Реала, иранская экономика в упадке. Мы видим реальные результаты. Спасибо президенту Трампу за этот исторический шаг. Санкции действительно начинаются. Сейчас продолжим рассказывать о событиях в мире в нашей постоянной рубрике «Между строк». Нью-Йорк Таймс рассказывает о том, как в США обучают специалистов пока не существующих профессий. Шон Рис – молодой инженер в области электроники, которая сегодня развивается невероятными темпами, пишет журналистка Эллен Розен. Закончив колледж, Рис всерьез задумался о том, что высшее образование, полученное сегодня, не дает гарантии того, что твои навыки пригодятся завтра. Что же в такой ситуации делать студентам, университетам и индустрии в целом? Одно из интересных решений предлагает группа колледжей и университетов, объединившихся в Американский институт по производству интегральной фотоники, куда и поступил Шон Рис. В течение последних пяти лет команда «Фотоникс» разрабатывает технологии и обучает новые кадры. Партнерство задается важным вопросом, как подготовить рабочих на всех уровнях для работы с такими сферами технологии, как интегральная фотоника, которые все еще разрабатываются и находятся на самых ранних этапах коммерческого использования. Цитата. «Поскольку соответствующие профессии еще не созданы, нам необходимо обучать студентов актуальным навыкам, чтобы они могли получить работу. Но в то же время мы должны давать им дополнительные знания, которые сделают их готовыми к новым отраслям недалекого будущего», — сказал Саджан Сайни, директор по образованию Академии фотографии «Фотоникс». По его мнению, чтобы достичь этого, надо создать многоступенчатую учебную программу, чтобы обучение никогда не прекращалось. Интегральная фотоника по-прежнему является развивающимся направлением, а тем временем ожидается, что к 2025 году рынок этой технологии превысит 5 миллиардов долларов США», — заключает издание. У космического телескопа Кеплер закончилось топливо, и он таким образом завершил свою миссию, которая длилась 9,5 лет. О достижениях аппарата в материале National Geographic. Кеплер — космическая обсерватория, которая вращается вокруг Солнца следом за Землей, правда, на расстоянии от нее 151 миллион километров. Для сравнения, путь от нас до Луны в 392 раза короче. За 9,5 лет в космосе аппарат израсходовал все 12 литров горючего, что были на борту. Теперь миниатюрные ракетные двигатели больше не могут корректировать положение телескопа. Кеплер попросту стал неуправляемым. 30 ноября НАСА официально заявило, что Кеплер прекращает миссию «Команда Земли», отключит радиопередатчик и все бортовые приборы, чтобы убрать ненужный шум из радиоэфира. После этого аппарат будет вечно дрейфовать на той же орбите. За время работы Кеплер обнаружил тысячи планет. Необходимость попрощаться с ним не стала для ученых неожиданностью. Цитата. «Когда мы запускаем летательные аппараты, то понимаем, что у них ограниченный объем топлива. Мы можем оценить срок их службы, и когда топливо заканчивается, просто радуемся всем великим научным открытиям, которые они совершили», — пояснил директор отдела астрофизики, штаб-квартире НАСА, Пол Герц. Тупливные баки телескопа опустили две недели назад, но уже с конца июня ученые и инженеры работали над тем, чтобы скопировать с Кеплера все данные. Космическая обсерватория была запущена 6 марта 2009 года. На момент своего запуска аппарат обладал самой большой цифровой камерой из всех аппаратов в дальнем космосе. Благодаря Кеплеру ученые установили, что другие звездные системы изобилуют крупными скалистыми планетами размером от Земли до Нептуна, а расстояния между их орбитами могут быть намного меньше, чем в нашей системе. Идеальный интервал между рождением ребенка и следующей беременностью назвали ученые из Университета Британской Колумбии и Гарвардской школы общественного здравоохранения. По сообщению австрийского издания «Курьер», они проанализировали данные 148 тысяч женщин, родивших более одного ребенка. Результат. От 12 до 18 месяцев представляются идеальным временным промежутком между рождением ребенка и новой беременностью, передает автор публикации. Цитата. При беременности, наступившей менее чем через год после рождения ребенка, возникало больше рисков, причем для женщин любого возраста. Риски для матерей были обнаружены у женщин старше 35 лет, но в большинстве случаев под угрозой находился ребенок, подчеркивает издание. В поисках нерассказанных историй. Британская фото-журналистка Эмили Гартвейд путешествует по миру в погоне за уникальными кадрами, примеряя на себя роль художника и активиста. Она любит рассказывать о людях и природе. Сегодня ее работы публикуют в известных журналах. Девушка получила несколько престижных премий. На сайте Евроньюз также появились пронзительные снимки фото-журналистки. Лучшие истории находятся близко от тебя, уверена Гартвейд, которая в этом году стала уделять много внимания Лондону. Ее привлекают контрасты, а в британской столице они на каждом шагу. Цитата. Для личного и профессионального развития я всегда предпочту фотографировать людей или животных, а не пейзажи. И у того и у другого есть свои особенности, но мне кажется, что взаимодействие с объектом съемки приносит глубокое внутреннее удовлетворение. Нам можно много чему поучиться друг у друга, говорит девушка. Эмили Гартвейд может вспомнить почти каждую фотографию, которую она когда-либо сделала. Но самые важные для нее – это фотографии близких людей. Продолжение следует... Направляющийся в США караван мигрантов из нескольких тысяч человек постепенно прибывает в Мехико. Как сообщает Рейтер, первые группы переселенцев восстанавливаются на территории местного стадиона. Многие из них утомлены долгой дорогой, истощены. Местные власти по максимуму помогают нелегалам. Специально для них организованы центры по оказанию первой медицинской помощи. Также мигрантов снабжают едой. Кроме того, беженцы, которые находятся в стране, теперь имеют доступ к программам временного трудоустройства. Для этого нелегалам нужно лишь узаконить свое пребывание в Мексике. Между тем, к американским границам продвигаются несколько караванов мигрантов из стран Центральной Америки, в том числе из Гондураса и Сальвадора. Люди бегут от бедности и насилия на родине. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мигрантам не удастся попасть в Штаты. На прошлой неделе президент США распорядился отправить военных на границу с Мексикой. По данным Пентагона, безопасность будут обеспечивать более 7 тысяч военнослужащих. По подсчетам экспертов, охрана границы обойдется в стране в 200 миллионов долларов. Первые конвои с гуманитарной помощью ООН прибыли в сирийский лагерь беженцев Рукбан, где на данный момент находятся около 50 тысяч человек. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. По их данным, речь идет о продуктах питания, о продовольственных товарах, медикаментах и предметах первой необходимости. Ожидается, что представители красного полумесяца проведут вакцинацию против кори, полиомелита и других заболеваний 10 тысячам детей. Отмечу, гуманитарную помощь в Рукбан не доставляли с января этого года. Египетские полицейские уничтожили 19 террористов, причастных к нападению на автобус с паломниками. По данным местных СМИ, силовики взяли штурмом место, где прятались экстремисты. В ходе завязавшегося боя все радикалы были уничтожены. Напомню, боевики обстреляли автобус христианами, следовавший в монастырь в провинции Эль-Минья, в минувшую пятницу. Тогда погибли как минимум 7 человек. Вдвое больше пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя ТГИЛ. Иностранный гражданин сломал камеры видеонаблюдения, установленные в лифте одного из жилых комплексов в Астане. В Кокшитау чуть не утонул ребенок, а в Женаузене в результате наезда автомобиля на автобусную остановку пострадали 10 человек. Об этих и других событиях в хронике происшествий. Смертельное ДТП. Три человека погибли, Симмера получили серьезные травмы. Средь бела дня многотонный джип въехал в людей, стоящих на автобусной остановке. Инцидент произошел в городе Женаузен Магисталской области. По данным правоохранителей, Ланг Крузер наехал на толпу людей в результате столкновения с автомобилем марки «Джели». От полученных травм двое скончались на месте трагедии. Еще один пострадавший умер в больнице. Семь человек с различными травмами тяжелой степени были доставлены в больницу. По данному факту идет досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Накануне в Актау дорожно-транспортное происшествие произошло перед зданием городского управления полиции. Видео засняли очевидцы. В результате столкновения водитель автомобиля марки «Тойота Камри-70» не справился с управлением и перевернулся. Подробности ДТП будут известны после расследования. В Астане иностранец разгромил лифт одного из жилых комплексов. Нетрезвый мужчина, войдя в лифт, разбил мониторы со встроенной видеокамерой. Хулигана задержали и отправили в изолятор временного содержания. Невоспитанного гостя ждет штраф за содеянное и депортацию. В Кокшитал чуть не утонул ребенок, играя на льду речки. В Кокшатте мальчик ушел под воду. Спасти ребенка удалось прохожим. Поначалу молодой человек попытался тросом вытянуть мальчика из воды, но не получилось. Недолго думая, двое подростков залезли в ледяную воду. Имя одного спасателя уже известно. Им оказался 17-летний уроженец Зерендинского района Тимирлан Шарибаев. Второго героя ищут специалисты ДЧС области. В Актал обрушилась стена балкона. В жилом доме инцидент произошел в многоэтажном доме 6 микрорайона. Пострадавших нет. Как сообщили в Акимате, стена обрушилась из-за халатного отношения органам управления объектом ТО ЖЭК-6 Актал. По поручению Акима города ситуация была взята под контроль и стену восстановили. В Кустанай разворачивается история, сценарий которой нарочно не придумаешь. Житель города уже больше двух лет не может стать законным владельцем собственного дома. Деньги за квадратные метры покупатель уже заплатил. И даже договор купли-продажи, заверенный нотариусом, имеется. Может показаться комичным, но чтобы заехать в купленный дом, владелец был вынужден выплачивать многомиллионный кредит прежнего хозяина. И фактическому собственнику совсем не до шуток. А новоселье владелец дома мечтает уже с января 2016 года. Наш корреспондент Наталья Строкова встретилась со всеми участниками спора и попыталась разобраться в этой запутанной истории. Этот ничем не примечательный двухкомнатный дом на окраине города и стал причиной настоящих судебных баталий. Сейчас он пустует. Его бывший владелец Секен Копасов факт сделки у нотариуса не отрицает и подтверждает, что получил от покупателя в январе 2016-го полную сумму за дом – 3 миллиона тенге. И тут начинается самое интересное. Оказалось, что во время проведения сделки нотариус ошибся. Это позже признает суд. Он просто-напросто не отправил на электронную регистрацию копию документа. По какой причине нотариус допустил эту оплошность, нам выяснить не удалось. Будет ли наказан виновный – тоже неизвестно. В областной нотариальной конторе от комментариев отказались, ссылаясь на некую тайну. Прояснить ситуацию не захотели и в республиканской палате. Нотариус должна была электронную копию документа отправить в единую нотариальную информационную систему. Далее предоставится извещение об оплате. Извещение об оплате мы должны были оплатить и, соответственно, отправить на регистрацию. Но данной квитанции нотариусам предоставлено не было. Поэтому и регистрация не была произведена. После заключения сделки и получения денег продавец дома вернулся к нотариусу, забрал оригинал первичного правоустанавливающего документа и оформил кредит под залог уже по сути чужого дома. Секен Копасов это признал в суде. Выплаты в банк он не осуществлял, поэтому уже на проданный другому человеку дом был наложен арест. В такой безвыходной ситуации новый хозяин недвижимости был вынужден выплатить чужой кредит, а это ни много ни мало – 4,5 миллиона тенге. Но и после этого покупатель не смог окончательно оформить дом на себя. Жилье опять попало под арест. Продавец занял еще деньги, у кого-то 11,5 миллионов тенге. И по взысканию этой суммы судебный исполнитель наложил арест на этот дом. И мы в право собственности вступить не можем. Юстиция отказывает, суды отказывают. Прошло уже четвертое заседание суда с участием покупателя, продавца и представителей кредитора. На предыдущих слушаниях действия нотариуса названы незаконными, а сделка действительной. Тем не менее, в признании права собственности было отказано. Договор нотариально заключен. Он ни кем не оскорен и действующий. Поэтому препятствий для его регистрации на сегодняшний день не имеется. Скоро о праве в данном случае мы не усматриваем. Несмотря на все злоключения, покупатель не намерен отказываться от своей недвижимости и продолжает борьбу. Сейчас он и его представители готовятся к очередному заседанию суда с исковым требованием снять арест. Наталья Строкова, Эрмит Мухаммазиаров, Кустанайская область, Хабар, 24. Субтитры предоставил DimaTorzok Петропавловск готовится к самому ожидаемому событию года – 15-му форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В эти дни теннисный центр города превратился в большую выставочную площадку. Пока посторонним вход туда воспрещен, идут подготовительные работы. Часть техники только начинают монтировать, распаковывают привезенные инсталляции. Монтажом павильонов занимаются порядка 100 человек. Через несколько дней сюда начнут завозить первые экспонаты выставки. Отмечу регистрацию на форум. На сайте уже прошли порядка 2000 человек. С утра до вечера мы ежедневно работаем, практически без выходных. Некоторые детали еще сами не знаем. Для нас, конечно, очень интересно. Но обещаю, что все будет зрелище, все захватывающе. Что люди, которые приедут на эту выставку, не пожалеют. Для этого даже мы в Министерстве культуры и спорта попросили, чтобы продлили не только два дня, а более дней попросили, чтобы продлили. Получить место в детском саду Кустаная можно только через интернет. Услуга постановки в очередь в дошкольное учреждение автоматизирована. На эти цели городской отдел образования по программе «Цифровой Казахстан» получил более 17 миллионов тенге. К электронной системе подключены 24 государственных и 43 частных детских сада. Для того, чтобы попасть в них, родителям теперь достаточно зарегистрировать малыша на портале. Сделать это можно, не выходя из дома, посредством компьютера или телефона. Бумажные направления остались в прошлом. По мнению специалистов, электронная очередь исключит коррупцию и годовые ожидания. На сегодняшний день ждут своей очереди в детские сады областного центра 9 тысяч дошколят. Электронная система работает круглосуточно. Ежедневно появляются свободные места. Ежедневно они распределяются. И в 18.00 ежедневно система формирует бюллетень освободившихся мест. Далее уже родителям, которые стоят первыми, будем говорить по очереди, им приходит уведомление на телефон, который они указали при регистрации, что имеются места свободные в такие-то дошкольные организации. И уже родители имеют право выбора в течение трех рабочих дней места в тот или иной детский сад, который им предлагает система. Заработная плата сотрудников Карагандинского фармацевтического логистического центра увеличится. Сейчас на складе медикаментов работают 53 человека. Они принимают препараты из 150 стран мира, больше чем 6 тысяч наименований. Отсюда лекарства и медицинские средства расходятся по больницам и аптекам нескольких регионов страны. Для более эффективной работы в центры внедрены современные средства передвижения и системы контроля. Применяются передовые цифровые ноу-хау, так даже перечень заказа персонал получает на смартфоны. В среднем сотрудники зарабатывают по 150-170 тысяч тенге в месяц, а с нового года прибавка составит еще 10%. Экономика страны в целом зависит от заработка каждого казахстанца. И это объективная, насущная закономерность нашей жизни. Мы повышаем зарплату не за счет повышения цен на лекарства, не за счет каких-то ухищрений в смысле экономического плана, а за счет повышения эффективности. Для этого активно внедряем цифровую технологию, повышаем мотивацию сотрудника. Сейчас о событиях в столице и регионах республики во взоре прессы. Напомню, сегодня его ведет мой коллега из Павлодара, Ербол Абишев. Ербол в утреннем выпуске заинтриговал новостью о том, что в области появился горнолыжный курорт. Теперь мысль посетить его меня не оставляет в покое. Ербол, расскажи подробнее, что представляет собой эта горнолыжная база. Вера, понимаю, новость, конечно, интересная. И для меня в том числе тоже хочется поскорее там побывать. Я тут нашел кое-какую информацию, а через пару секунд расскажу подробнее. Давай. Ну, во-первых, презентацию горнолыжной базы жители региона ждали с нетерпением, потому как ничего подобного в Байнауле еще не было. Первая информация об этом событии вышла на портале Павлодар Ньюс. Корреспондент пишет, что горнолыжный комплекс расположился у подножия горы Морзошока. И после того, как выпадет достаточно снега, любители лыж и сноутбордов смогут там покататься. Портал приводит цитату главного оператора канатной дороги, которая, собственно, и будет поднимать наверх туристов. Длина канатки составляет 960 метров. На ней закреплены 63 двухместных кресла. На вершину горы можно подняться в срок от 11 до 24 минут, в зависимости от заданной скорости. Для обеспечения безопасности на канатке установлены маячки, которые фиксируют скорость ветра. В случае, если она составляет 25 метров в секунду, подъем наверх прекращается. Кроме того, в качестве резервного питания здесь предусмотрен дизельный генератор. А вот в южной столице сезон зимних развлечений уже стартовал. На страницах вечерней Алматы размещено объявление. Здесь сообщается, что на двух многофункциональных комплексах начались массовые катания для всех желающих. Издание также публикует подробное расписание. Свежая новость появилась и на страницах газеты «Казахстанская правда». В разделе «Общество» под заголовком «В Казахстане» появился новый национальный парк «Тарбагатай». Ссылаясь на наш телеканал, издание публикует информацию о том, что общая площадь национального природного парка составляет 144 тысячи гектаров. Нацпарк разделен на четыре части. Это две заповедные и экологические зоны. Вот что об этом говорит директор государственного национального парка «Тарбагатай» Алибек Токомтаев. Третья зона является экологической и туристической зоной развития. С ней у нас связаны большие планы. Мы будем активно развивать туризм в этой части парка. В четвертой зоне можно будет не только пасти скот, но и косить траву. Там также можно будет заниматься еще и пасекой. Но все эти действия нужно согласовывать с парком. Сейчас наши сотрудники разъезжают по сельским округам и проводят с населением разъяснительную работу. Что интересного нашел в западной прессе? Я думаю, большинство жителей Актау интересует, когда же у них все-таки появится ресторан на воде. Этот проект обсуждается не первый год. И вот газета «Лада» пишет, что уже в 2019 году ресторан на воде все же откроется. Местные власти уверяют, что построят его в районе набережной Самал. Эскиз проекта набережной уже отправлен в Астану для утверждения. На сегодняшний день ведутся работы на побережье 15-го микрорайона. После окончания строительных работ власти планируют открыть набережной автомобильную стоянку на 200 машин. Вот такую информацию мне удалось собрать к данному часу. Надеюсь, все, что сейчас делается в стране, делается к лучшему и на благо казахстанцев. Вера? Спасибо большое, Ирбол. Ирбол Абишев был с нами на прямой связи из Павлодара с обзором прессы. Ну а наш выпуск продолжает программа «Культ-вояж». Самые интересные новости из мира культуры и искусства прямо сейчас. Фортепианный дуэт с Кьявой и Марчиджиани, а также дирижер Франческо Димаура дали концерт в Астане. Гости из Италии выступили с Государственным оркестром Академия солистов. Публике представили два произведения – концерт для двух фортепиано с оркестром Моцарта, а также Четвертую симфонию Бетховена. Не тот Бетховен, которого мы знаем по Седьмой симфонии, Девятой симфонии великого гения Аэта, лучезарный, еще молодой, который, скажем так, еще был во власти и увлечен гениями, своими предшественниками Гайденом и Моцартом. Именно вот этой, как мы называем, венской классикой. Стоит отметить, что Марко Скьява и Серджио Марчиджиани выступают по всему миру на самых престижных площадках и фестивалях. В Астане музыканты побывали уже в четвертый раз. Гастрольный график Оркестра Академии Солистов расписан на год вперед. О ближайших концертах нам рассказал административный менеджер коллектива Рустем Ахмедов. Предстоит у нас поездка, концертный тур по Казахстану, по западу Казахстана – это Атарау, Актау, Уральск, Тюбе. Будет ряд концертов, сольные концерты Айман Кожебекуна. С 28 ноября по 1 декабря мы едем в Вену. Там будет проводиться концерт «Жемчужина Казахстана» при поддержке посольства Казахстана в Австрии. В Национальном музее состоялось открытие выставки «Строительство государства. Латвийская архитектура 19-21 веков». Экспозиция включила в себя более 100 фотографий с достопримечательностями Латвии и оригинальными архитектурными чертежами. Древние соборы эпохи реформации, дворцы дворянского сословия, выдержавшие войны и революции, старые фабрики, перестроенные в жилые дома – такой показывает Латвию автор выставки. Самый старый экспонат – это из 1836 года, это ратуша Риги, дворец Целинников, который проектирован архитектор Крауклес в 1960-е годы. Выставленные работы проводят гостей с экскурсией не только по старым улочкам Риги, но позволяют нам заглянуть в провинциальные города и усадьбу. В Алматы в Большом зале Казахской государственной филармонии Минижамбыла состоялось открытие концертного сезона Академического фольклорно-этнографического оркестра «От Рар Сазы». Концерт «Кайран Менен Журегым» был посвящен памяти народного артиста СССР Халыка Харманы, композитора, кюйши и дирижера Нургисы Тлендиева. Ровно 20 лет назад не стало нашего Нургисы Ата. В знак уважения была подготовлена большая концертная программа с участием его коллег, друзей, учеников, в том числе артистов, оркестра, который он основал от Рар Сазы. В холле филармонии в память о великом композиторе была организована обширная экспозиция. В нее вошли личные вещи, музыкальные инструменты, сценическая одежда и, конечно же, первые образцы произведений, написанных Тлендиевым. Сегодня прозвучит реквием заслуженного деятеля Республики Казахстан композитора Ермурата Усенова. Его автор посвятил своему учителю Нургисе Тлендиеву. Исполнит произведение «Государственная хоровая капелла» имени Бахаджана Байкадамова. В торжественном концерте приняли участие народная артистка Республики Казахстан Майгуль Кастурганова, заслуженный деятель Республики Казахстан Гульзат Даурбаева, заслуженная артистка Республики Казахстан Айгуль Улькинбаева и многие другие выдающиеся деятели искусства. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 7 ноября в филармонии имени Жамбыла состоится открытие фестиваля классической музыки «Посвящение маэстро». 9 ноября в театре имени Куанышбаева пройдет показ спектакля «Мукахали». 9 ноября гости театра имени Станиславского в Караганде смогут насладиться постановкой «Маленькая камерная пьеса». Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Британский художник, живущий в Беруте, посвятил себя истории ливанской архитектуры. Он изучает заброшенные исторические здания и оживляет их в своих работах. Например, этот роскошный отель некогда гордость Османской империи сейчас состоит из пещерной дырами от пуль. Когда-то там останавливались влиятельные политики, дипломаты и генералам. Теперь же величественное здание стало одной из многих жертв гражданской войны, начавшейся в 1975 и продолжавшейся 15 лет. Вдохнуть в него жизнь смогло искусство. Художник превратил заброшенное здание в декорации для выставок. Добавлю, в Ливане нет программы по сохранению архитектурных памятников. Старинные особняки сносят, чтобы построить жилые дома или офисные центры. По данным организации «Спасем наследие Берута» из четырех с лишним тысяч исторических зданий, стоявших еще в 90-х, на сегодняшний день уцелели лишь 250. Эти великолепные здания во многих смыслах спят. Своими картинами и проектами я пытаюсь пробудить их, открыть для публики, чтобы они стали местами для культуры и творчества. Для всех, не только для богатых и знаменитых. Это должны быть места, где встречаются люди из разных слоев общества. 33-летний британец Рус Эджли стал первым человеком в истории вплавь, обогнувшим Великобританию. Для этого он преодолел расстояние в 2879 километров. Весь путь занял 157 дней. Спортсмен стартовал в городке Маггет, графство Кент. За все время плавания он ни разу не выбирался на сушу. Ежедневно он проводил в воде не менее 12 часов, а спал в лодке сопровождения. Последний отрезок пути Эджли преодолел в сопровождении еще 300 человек. Своё экстремальное путешествие он назвал Великим Британским заплывом. Ожидается, что рекорд будет признан Международной ассоциацией плавания на открытой воде. На поединок с морем меня вдохновил капитан Мэтью Уэбб. Я его большой фанат. Он первый парень, который в 1875 году переплыл Ла-Манш. Хотя все говорили, что это невозможно. Мой эксперимент – это более скромная версия того, что совершил капитан Уэбб. И я просто в восторге.